И сейчас мы начинаем интервью. Приветствуем Кирстен Дерольф, МСС ИСФ, президента отделения ИСФ в Германии у нас на площадке. Кирстен, добрый день. Добрый день, привет. О, it's fine. Ну, по-русски не могу отвечать вопросами. Попробуем по-английски. И тогда, Кирстен, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается стратегическое отделение в Германии и в каком направлении? Попробуем по-английски. with the help of a program called Mural. And we got together with not a lot, I think, I don't know, those members who were interested and asked them, suppose we were really successful in 2021, what would you be seeing and noticing that you are not seeing and noticing right now? And from those ideas, we generated clusters and we met as a board and decided, okay, what are the priorities? How can we further ICF Germany? And what a lot of people want is more visibility of ICF because in Germany, ICF Germany is only one of very many coaching associations. I don't know how this is in Russia, it seems for us, it's almost like... У нас в Германии просто немецкая душа любит распространение, какую-то федеральную структуру. В каждой области, в каждом регионе есть свой клуб. И у нас задача создавать вот эту видимость для ICF, чтобы было видно, чтобы было видно, чтобы мы глобальная организация. И МСС становится более глобальной организацией, Европейский совет менторов и консультантов. И мы в качестве стратегии стараемся создавать больше видимости для ICF в Германии. на Линкдине, за счет рекламы. Мы создали подкаст, у нас есть подкаст. 55 недель, он идет больше года уже. У нас есть ежемесячная рассылка, на которую подписаны больше 4000 человек. И у подкаста 20 тысяч загрузок. Так что это потрясающе, что команда ICF смогла сделать. Именно вот один вопрос касается видимости. А второй момент, который люди хотят, это поддержка в жизни коуча. Идеи на тему, как может выглядеть контракт. Как мы можем получить больше коучинговых часов? Вот такие вопросы. Большая часть нашей стратегии. А третья часть нашей стратегии – это делать добро. Не только потому, что это глобальная стратегия, но это в нашем сердце. Делать добро, поддерживая сообщество в разнообразии, в инклюзивности. Мы много предлагаем бесплатных сессий на тему коучинга устойчивости. Поддерживаем общество коучинга. Эти вот наши три основные точки фокуса в этом году. И, как вы, наверное, знаете, это в России точно так же, наверное, все, но еще много всего происходит такого, о чем я, может быть, даже не знаю в подробностях. Потому что ICF – это не просто клуб. И кто-то принадлежит клубу, потому что просто надо принадлежать. Идея же в том, что ICF – это сообщество людей, которые что-то делают. И каждый, кто приходит к нам с хорошей идеей, скорее всего, реализует эту идею. Потому что если кто-то хочет делать что-то, и это имеет смысл, это часть стратегии, и они хотят эту работу осуществить, мы поддерживаем, мы рады. Пожалуйста, ради Бога. То есть такой вот длинный ответ на ваш короткий вопрос. Спасибо, Кирстан, огромное. Я киваю, потому что, да, действительно очень похоже. У нас тоже региональная сеть. И тоже фокус на то, чтобы на узнаваемость, на то, чтобы больше о нас узнавали в нашей стране. И, да, киваю, что очень важно – это поддержка членов. И вот это создание уровня удовлетворенности членов, членства в нашем сообществе. И вот вы упомянули, что вы проводите много сессий для клиентов коучинг-устойчивости. И я хочу спросить, а с какими еще популярными вопросами и проблемами обращаются клиенты в Германии к коучинг? Это сложный вопрос, потому что мы... У нас нет каких-то точных данных, мне кажется. У нас есть большое исследование в Германии о хоутинге, но я не думаю, что человек, который делал это исследование, задавал такой вопрос. И я могу сказать из моего опыта, что я слышу от моих учеников, от моих коллег. Поэтому не воспринимайте это как абсолютную истину. Воспринимайте это, пожалуйста, как взгляд Кирстен, перспектива Кирстен. Мне кажется, на данный момент у нас много вопросов касательно виртуального лидерства в бизнесе. Как я могу управлять командой, лидировать в новой ситуации пандемии, если я не вижу своих подчиненных, я не могу контролировать их, я не могу убедиться, что моя команда вообще-то работает сейчас. Как я чувствую на это все? Вот это проблема, которую я часто слышу. Еще проблема, которую я часто слышу в бизнесе и в лайфхоучинге, это люди становятся очень уставшими от пандемии. И люди... Я не думаю... Я бы не сказала, что это выгорание, но люди не чувствуют такими себя живыми, как раньше, как два года назад. Это все... Все замедлено, и нужно как-то утром себя заставить встать, и ты не знаешь зачем, потому что все, что тебя радовало, сейчас уже ушло в небытие. И это тоже крупная проблема, которую мы видим. И в коучинге устойчивости многие клиенты приходят с перегрузкой, особенно в секторе здравоохранения, и коучинг для них очень помогает. Я бы сказала, что вот это основные проблемы, которые люди приносят в коучинг на текущий день. Я надеюсь, что эти проблемы уйдут в ближайшее время. То есть эта пандемия привнесла вот эти два ключевых новых момента, управление виртуальным, виртуальное лидерство в бизнесе, и усталость в целом от пандемии, потому что низкий уровень энергии, режим энергосбережения, что называется, когда так ярко не вкладываются в жизнь. Кирс, такого вопроса не было в интервью, но мне очень хочется его вам задать. А как произошло, что было год-два назад, что было самым популярным до истории с пандемией? Вот чисто из опыта Кирска. Да-да, я вот думаю, что же там было два года назад. Я бы сказала. в лидерстве, глобальное лидерство. Но это вот мой бизнес, как бы вот такие данные. Как жить в глобальном, соединенном мире, управлять, ну, кросс-культурный коучинг, управлять разными культурами, и лидирование в международной бизнес-среде? Я думаю, что в немецкой культуре есть тенденция давать обратную связь достаточно прямо. Мы можем сказать, ох, это ужасно, ужасно получилось. И люди будут от себя смотреть и сказать, да-да, ну да, плохая работа, короче, плохая дел. Это не воспринимается на личный счет. Мы разделяем личное от профессионального. А в международной среде, если ты будешь управлять как типичный немец, который, конечно же, не существует, но тем не менее, это не очень хорошо работает. Если человек из, допустим, Азии или из страны, которая больше ориентирована на отношения, сказать, о, это так плохо сделано, человек не порадуется. Поэтому темы, как я смогу стать эффективным лидером в глобальной среде, учитывая мои личные культурные предпочтения, учитывая мои культурные ожидания, вот эти темы у меня возникали часто. Темы, связанные с стратегией, как быть эффективным в политической ситуации, в большой организации. Но это тоже, тут такая штука, я за это просто знаменита, известна, поэтому люди ко мне приходят с таким запросом, поэтому я думаю, что вы от разных коучей получите разный ответ, если вы спросите кого-то, кто лайф-коучинг продвигает, или кто коучит другого рода бизнес. Один момент интересный, который тоже видно в России, у нас есть разница между ICF-коучами и Instagram-коучами. Я не знаю, появились ли Instagram-коучи в России, но мы все больше и больше таких инфлюенсеров, которые себя называют коучами, но на самом деле ты просто много денег платишь за что-то, что ты мог прочитать на сайте или в книге. И люди проводят клиентов по конкретной определенной программе, и в конце ты станешь самым счастливым человеком на земле. Вот это, мне кажется, проблема. Еще вот эта форма коучинга, которую мы не видим в рамках ICF-коучинга, но вот Instagram-коучи видят, что люди хотят, короче, Instagram-коучи замечают, что люди хотят улучшить свою жизнь и улучшить себя. Спасибо, Кирстен. Я понимаю, что мы плавно прямо переходим к следующему вопросу, так как девиз всей недели бросая вызов сложным временам, то вот мы тут немножко еще о трудностях. Вот как глава чаптора, какие вы видите трудности у коучей в продвижении Инстаграм-коучи, да, это у нас в России тоже одна из ключевых таких вещей, с которой нам нужно, ну, в Инстаграме тоже есть хорошие коучи, но мы так, да. Could be, yeah. Какие еще есть сложности у коучей в продвижении в Германии и как они с этим справляются? Мне кажется, это вот одна из основных трудностей, с которыми мы столкнулись со словом коуч не очень хорошо определено. Ну, то есть оно очень хорошо определено, если вы нас спросите, но оно не очень хорошо определено, если вы посмотрите на то, что люди в медиаресурсах читают. В прошлом году у нас было четыре или пять статей в крупных газетах-журналах, которые очень критично шлись по коучам. Одна из крупнейших газет в Германии, например, или экономическая газета, которая самая крупная экономическая газета, было прям на две-три страницы статьи, критикующие коучи. Я читала статьи, они не критиковали коучи, они критиковали такие, знаете, мотивационных спикеров сомнительных. И да, есть хорошие мотивационные спикеры, но они критиковали то, что можно критиковать, что нужно критиковать. Например, приходи ко мне на семинар за 500 тысяч долларов, не знаю, и там нужно купить еще вебинар за 5000 евро, и ты станешь таким-то, таким-то, и собирают тысячи людей в зале, и у некоторых людей хорошие результаты, но большинство просто теряют деньги. Вот что медиа критикует. И сложно на это реагировать, потому что убедиться, что медиа понимает, что есть разница между качественным коучем и тем-то, кто просто использует это слово. Я видела, у меня когда-то была страница в Пинтересте, где я собирала все использования слова коуч. Коуч калорий, физический коуч, ну, как тренер, финансовый коуч, который, по сути, финансовый советник. коуч просто звучит очень хорошо, поэтому многие люди используют его. Это хорошие новости. Слово звучит хорошо, но если много неправильных людей начнут его использовать, у нас проблема. И как мы с этим стараемся на это реагировать? Мы пишем много статей сами, мы пишем подкасты, мы пишем новостную вот эту рассылку, у нас есть Барбара Клинкетт, наш коллега Светлана, и она отвечает журналистам и пишет им, спасибо большое за то, что выбрали тему коучинга, если вам когда-нибудь будет интересно и получить более, еще более надежную информацию. мы стараемся не отталкивать людей, мы стараемся сказать да, мы не говорим, все, что вы написали, это чушь, мы стараемся как бы на свою сторону их привлечь и говорим, если вам когда-нибудь нужна информация, вот наша основная презентация, вот то, чем мы занимаемся, вот у нас исследование, в следующий раз, когда вы будете говорить о коучинге, можете смело к нам обращаться, мы будем очень рады с вами поговорить, поддержать, дать вам всю информацию, которая может быть необходима. Вот так мы стараемся реагировать, и если статьи по-настоящему плохие, я пишу ответ, я стараюсь быть с юмором, я пишу так с юмористическим но ответ. Людям нравится это читать, но становится понятно, что то, о чем вы говорите, это не коучинг. И если кто-то серьезно относится к журналистике, он должен идти к серьезным источникам, и серьезные источники это мы. Мне кажется, что это одна из основных сложностей, с которыми мы сталкиваемся в продвижении коучинга, в продвижении ICF. То есть получается, что здесь мы с вами очень похожи, что мы по движению мы стараемся создать ясные, четкие границы профессионального коучинга, причем очень экологично и с чувством юмора, что не то, что вы там все, нет, не на отстройки, а просто в созидании. И тогда, Кирс, следующий вопрос, который очень интересен, вот мы посчитали нам, как членам чаптера, как вы оцениваете баланс запросов на лайф-коучинг и на бизнес-коучинг, потому что у нас здесь немножко неожиданные цифры получились по опросам, мы думали иначе, а цифры показывают другое, вот как у вас. Я думаю, что большинство членов наших бизнес-коучин, потому что деньги в лайф-коучинге не очень ты заработаешь нелегко. Мне нужно будет посмотреть на исследования, но мне кажется, что в основном коучи в Германии, ICF-коучи в Германии, те, которых я знаю, это бизнес-коучи, и большинство бизнес-коучей не коучат сто процентов своего рабочего времени. У них есть фасилитация, командный коучинг или тренинги даже с компаниями, и вот это все сопровождает коучинг. Лайф-коучинг, вообще, вы правы, это важный вопрос для нас. Интересно об этом подумать, как мы можем поддерживать видимость лайф-коучинга среди тех, кто придерживается профессионального подхода, потому что мы сейчас знаем, что ICF может как бы отдать лайф-коучинг на откуп не очень профессиональным коучингом. Вот вопрос ваш навел меня на такую мысль. Кирстан. Ну, то есть для нас все-таки мы склоняемся к бизнес-коучингу. Да, и вы знаете, вопрос связан с тем, что мы, когда интервьюируем бизнес-коучи, то мы часто выясняем, возможно, это наш российский менталитет, что в бизнес-контракте в какой-то момент появляется лайф-коучинг. практически часто, скажем, чтобы не говорить всегда. То есть, что начинается как бизнес, а потом становится как лайф, а потом опять как бизнес. как бизнес-коучи, 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 но границы, где вот границы между бизнесом и лайф-коучингом? Вот это вот, конечно, размыто, потому что мы даже вот с работой, баланс работы и жизни, где работа начинается, где жизнь начинается. Как бизнес-коучи, как профессиональные бизнес-коучи, мы работаем с цельной личностью клиента, мы не только коучим мир бизнеса. Я думаю, что то, что у людей происходит в частной жизни, влияет очень сильно на то, что происходит в бизнесе. Лично я думаю, что все зависит от беседы и рамок контракта, который заключен с организацией, оплачивающей коучинг. Но это я, вот Кирстон, так думаю, не ICF-президент. Мне кажется, этично убедиться, что когда вы говорите со спонсором, который платит, и с клиентом, и вы вот в этом трехстороннем соглашении, важно прояснить объем, как бы, границы работы. В наших беседах какие результаты вы ждете? И я всегда спрашиваю, есть ли что-то за рамками? спонсор и спонсор часто говорит, нет, ничего за рамками, нет. Единственное, я бы предпочел, чтобы вы не работали с клиентом, как найти новую работу, например. Эту тему нельзя понимать, все остальное может. Но, конечно, если вы инвестируете в кого-то, кто работает на вашу компанию, вы не хотите, чтобы коучинг был использован, чтобы человек из компании ушел. Но когда вот эти рамки определены, клиент определяет, о чем он хочет говорить, но это должно быть связано с тем, что организация ожидает. И если коучинг используется больше, например, как организовать отпуск, я спрошу, то это лучшая тема, с которой мы можем работать. Как это связано с контрактом? Спасибо большое. Я смотрю на тайминг, у меня практически немецкая пунктуальность включается в данный момент. И у нас с вами буквально три с половиной минуты на два вопроса. И у нас остался вопрос, как коучинг вписывается в культуру менталитет и менталитет вашей страны, и какова ваша личная метафора коучинга? Вот прямо пожалуйста, вот если мы сможем их оба, вот насколько отзывается коучинг менталитету Германии, как вам? Мне, может быть так, моя личная метафора коучинга это танец, потому что мы танцы. Кто-то что-то делает, мне нужно отвечать. как это встраивается в менталитет? Мне кажется, похоже на русский менталитет, на то, что люди любят в Германии находить причинно-следственные связи. И доминанта, дискурс преобладает, для того, чтобы что-то изменить, нужно понять, что не работает. Мне кажется, что с отжал коучингом, получающим распространение. Компании все больше и больше переходят к гибкости. И мы можем сказать, что коучинг это про то, чтобы найти путь в комплексной системе, а в комплексной системе вы не можете создать причинно-следственные связи, вот этот анализ проблем. И с развитием концепции аджайл проектов управления, например, люди все больше и больше привыкают к тому, что можно поэкспериментировать, посмотреть, что случится, поэкспериментировать и просто двигаться вперед, вместо того, чтобы создавать вот эту историю, где все укладывается и все разбирается с прошлым. Спасибо огромное. Bye-bye. Спасибо. Bye. Спасибо. Спасибо, Кирстен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кирстен.